Привет котик мяу, как твои дела? Привет, после нашего прошлого похода на ферму я так проголодался и я пошел в магазин и не смог ничего купить, потому что я показываю на хлеб, а они мне дают булку, я показываю на молоко, а они мне дают йогурт, и я не смог купить все, что я хотел, я так расстроился. Ну котик мяу, это самое главное, когда ты приезжаешь в другую страну, это знать продукты, чтобы уметь покупать их, чтобы правильно питаться. Да, да, я понимаю, я бы очень хотел сегодня выучить именно продукты, чтобы знать, как они произносятся и есть все, что я захочу, все-все-все. Отлично котик мяу, давай тогда сегодня выучим с тобой продукты, чтобы ты смог покупать все, что ты захочешь, все-все-все. Ура, это будет супер! Хорошо котик мяу, тогда давай начнем, поехали. Итак котик мяу, я знаю, ты очень любишь есть. Да, я люблю есть. Я знаю, как много ты ешь, и давай представим твой обычный прием пищи, как ты будешь кушать и будем параллельно с тобой разбирать слова. Отлично, хорошо, я не против, я очень люблю кушать, я могу есть все, что угодно. Я не сомневаюсь, котик мяу, давай начнем. Первым делом, предположим, ты хочешь сделать себе бутерброд с хлеба, и для этого тебе нужно, понятное дело, хлеб. Хлеб по-польски будет хлеб. После ты, скорее всего, захочешь намазать хлеб маслом. Масло по-польски будет масло. Что дальше, котик мяу, что ты хочешь еще положить сверху? Ну, наверное, сверху я бы еще положил кусочек сыра. Хорошо, котик мяу, по-польски сыр будет... Сэр жуфты. Ой, какой вкусный бутерброд у меня получился. Хорошо, котик мяу, наверное, к бутерброду ты захочешь что-нибудь выпить. Что бы ты выбрал, молоко или йогурт? Ммм, я не знаю, в принципе, и то, и то вкусно. Ммм, даже не знаю. Хорошо, котик мяу, ты пока определяйся, но по-польски йогурт будет йогурт, а молоко – млеко. Млеко. Очень просто. Хорошо, я думаю, я буду все-таки молоко, млеко. Хорошо, котик мяу, млеко так млеко. И, скорее всего, котик мяу, на первое ты захочешь съесть суп. Да, да, именно его суп. Хорошо, суп по-польски будет зупа. Зупа. Зупа, понял. На второе ты можешь себе выбрать либо кашу, либо макароны. Я буду кашу. Хорошо, каша по-польски будет каша, а макароны – макарон. А что ты захочешь каше? Возможно, ты захочешь мясо, менцо, колбаса, кяубаса, рыбу, рыба, либо яйцо, яйко. Я выбираю рыбу. Рыба. Хорошо, котик мяу, хороший выбор. И в дополнение к этому всему, ты еще, скорее всего, захочешь салат. Салат по-польски будет салатка. Салатка. Да, салатка. И сверху я бы хотел добавить соус. Да, котик мяу, отлично. Соус по-польски будет сос. И сверху, возможно, ты захочешь добавить соли. Соль по-польски будет соль. Соль, супер, спасибо. Выглядит очень вкусно. Не сомневаюсь, котик мяу. И еще, скорее всего, в дополнение ко всему этому, если ты еще не наелся, то ты можешь в конце еще съесть домашний сыр, либо творог. По-польски будет сэр бяуэ. Сэр бяуэ. Сэр бяуэ. И сверху ты можешь добавить к нему сметаны. А сметана по-польски будет шметана. Шметана. Супер, у меня такие классные блюда. Уверен, я наемся. И поем в следующий раз, ну, примерно часа через два, потому что я люблю кушать. Хорошо, котик мяу, я не сомневался, что ты хочешь кушать, но обязательно поделись с песиком Гав, если увидишь его. Хорошо, обязательно. Я позову всех своих друзей, и мы с ними будем пить чай и печенье. Хорошо, котик мяу, отличная идея. Тогда чай по-польски будет хербата. Хербата. А печенье будет очень похоже на слово хербата. Печенье будет хербатник. Хербатник. Печенье. И в чай ты, скорее всего, захочешь добавить сахар. Сахар по-польски будет цукер. Цукер, супер. Я приглашу всех своих друзей, и мы будем пить с ними чай и печенье. Хербату и хербатники. Супер, спасибо за урок. Теперь я могу пойти в любой магазин и купить все, что я захочу. И они мне будут давать все, что я скажу, а не буду больше показывать пальцем, потому что я уже устал от этого. Конечно, котик мяу, запиши эти слова, запомни, изучай, и после этого ты сможешь покупать все, что ты захочешь. Супер, спасибо за урок. Надеюсь, в следующий раз мы выучим с тобой что-нибудь сладенькое и вкусное. Да, котик мяу, хорошая идея. И если ты не против, то в следующий раз мы можем изучить с тобой разную сладкую вкусную еду и напитки. Если ты не против. Да, я не против. Я люблю сладости. Это будет замечательно. Тогда до следующего урока. Пока. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok